15 августа Банк России запустил пилотный проект по внедрению цифрового рубля. Что такое цифровые деньги и чем они отличаются от обычных бумажных или безналичных на банковской карте? Как они будут появляться и будут ли обязательны для всех? Как открыть цифровой кошелек и кто будет следить за обращением цифровых рублей? Об этом мы сегодня поговорим с управляющим отделением Банка России по Оренбургской области Александром Васильевичем Стахнюком. Александр Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Цифровые деньги – это уже реальность. Банк России объявил о старте пилотного проекта. Что такое цифровой рубль? Расскажите нашим телезрителям. Цифровой рубль – это, наверное, рубль, это та же самая национальная валюта, к которой мы привыкли. Сегодня это одна из форм нашей национальной валюты. Сегодня мы привыкли, что у нас есть наличные – это банкноты, монеты. Мы уже привыкли и, в общем-то, очень хорошо распоряжаемся своими средствами, которые находятся на счетах в банке, но безналичные наши средства, но которыми мы проводим операции с ними. И вот цифровой рубль – это дальнейшее развитие, эволюционное развитие нашей национальной валюты. Это новая форма денег. Но она дает определенные преимущества и определенные удобства для их использования. Мы все привыкли к банковским картам, к переводам через мобильные приложения. Почему возникла необходимость, собственно, в появлении цифровых рублей? Я хочу сказать, что необходимость возникла. Видимо, это не какая-то прихоть там, давайте вот кто-то собрался, да давайте придумаем. Нет, конечно. Цифровые рубли, вот мы, как я уже говорил, мы привыкли уже, что работаем с безналичными деньгами, но мы каждый раз понимаем, что работаем с конкретным банком, у которого есть своя политика, это и тарифная политика, это и предложение, некоторые ограничения на работу с этими средствами. И когда мы предложили реализовать цифровой рубль, то одна из задач, которая стояла перед Банком России, сделать нашу валюту еще более доступной, в том числе сделать ее удобной для населения, для бизнеса. И мы искали и нашли такие, ну, скажем так, фишечки этого, этой валюты, этой формы валюты в виде того, что тарифная политика будет определять Банк России. И на сегодня Банк России сказал, что граждане бесплатно будут переводить эти деньги, проводить платежи, а для бизнеса, для коммерческих структур будут очень щадящие, я бы сказал, по сравнению с сегодняшними тарифами банковскими, которые существуют, это будут очень щадящие тарифы. А какие ограничения будут на переводы? Ну, давайте сразу скажем, что цифровой рубль – это не средство накопления, это не средство для сообразования сокровищ, вот если мы вспомним, да, нашу классическая теория, там, формы, какие функции у денег, это средство платежа. И Банк России сегодня мы позиционируем и говорим о том, что платежи должны быть удобными для населения, для граждан. И, с другой стороны, мы хотели бы, чтобы, наверное, это дальнейшее уже будет развитие, чтобы платежи даже там, где отсутствует интернет, чтобы люди могли спокойно расплатиться цифровыми рублями в том числе. Какие ограничения будут действовать? Ограничения, вы знаете, ограничения, как я сказал, то, что это будет средство платежа, да, то есть, ну, как бы нельзя будет ни кредиты брать вот в этой форме денег, нельзя будет, еще раз говорю, там, пытаться создать какую-то инвестиционную там, составляющую найти в этом. Это средство платежа. И, наверное, пока это еще такая договорная, что ли, сторона, но предварительно Банк России сегодня сказал, что, ну, мы планируем, что будет такой лимит, потолок, месячный потолок, даже не месяц, а просто лимит максимальный объем денег, который вы можете сами перечислить на свой счет, пока назвали цифру 300 тысяч. Но это такая аналитическая цифра. Мы смотрели средний чек перевода, мы учитывали и позицию бизнеса, да, банковскую позицию. Вот, возможно, эта цифра еще поменяется. Но речь идет не о том, что это вот, это минимально, вот, минимум 300. Нет, это как раз тот потолок, который мы сегодня видим. Но этот лимит, он не будет распространяться на эти средства, которые вы будете получать от других держателей цифрового кошелька. А сколько этих кошельков может быть у человека и доступны ли они будут всем? Ну, скажем так, один человек, один кошелек. Да. Если у вас есть право открыть счет в банке, значит, у вас есть право открыть счет в Центральном банке на платформе Банка России и открыть себе электронный кошелек или цифровой кошелек. И свободно передавать эти деньги другим социалам. Да, это очень важная тема для того, чтобы это было удобно для пользователей. И мы различные варианты в Банк России просматривали. На сегодня принят такой путь, выбран этот путь, что любой гражданин, у которого есть счет в коммерческом банке, имеется приложение там для работы со своим счетом, да, которое как приложение, почти любой банк, сегодня крупный банк, имеет свои приложения для того, чтобы он, гражданин, мог зайти на свой счет через мобильные приложения и увидев, увидит возможность перехода на платформу Банка России. Сегодня уже Банк России такой символ цифрового рубля, мы его уже презентовали, это буква Р российская в кружочке. И увидев этот символ, нажав на эту кнопочку эту, вы переходите сразу на платформу Банк России и перед вами открывается перечень операций, которые вы можете совершить. Говорю, для нас очень важно, чтобы это было доступно, просто и понятно. Кто-то скажет, что сравнит это, может быть, с криптовалютой, уместно ли вообще такое сопоставление? Ну, тоже, наверное, такая тема, где надо очень точно понимать разницу. Вроде бы и там электронная форма, и здесь электронная. В отличие от криптовалюты, я уже говорил об этом, цифровой руб – это наша национальная валюта. Это электронная форма, одна из форм нашей национальной валюты. И у нее есть эмитент, это Банк России, так же, как есть эмитент у наличных денег. Банк России выпускает наличные деньги и несет обязательства перед теми, кто их принимает, кто расплачивается, кто совершает с ними операции. Также и здесь Банк России будет нести обязательства перед держателями цифрового рубля и отвечать по пределам своей компетенции, своих обязанностей за безопасное совершение этих операций. Криптовалюты – это немножко другая, совсем другая диалогия. Она, наверное, имеет право тоже на жизнь, но в данном случае я хотел бы, чтобы не путали. А будут ли какие-то комиссии за хранение в цифровых рублях? Я скажу, что это, наверное, одно из тех преимуществ, которые будет у держателей цифрового рубля. Вы имеете право бесплатно открыть кошелек, вы имеете право, вот как граждане, я сейчас не говорю про бизнес, а про граждан, вы имеете право совершить любой платеж, любой перевод бесплатно, подполнить кошелек вашего друга, родственника или просто человека, которому вы должны совершить платеж. Пока мы отрабатываем технологию проведения платежа через QR-коды. Но я думаю, что это только одна из форм проведения таких платежей. Будут развиваться и другие. И у вас, вам никаких тарифов за хранение, никаких расходов дополнительных вы не понесете. Как распоряжаться можно будет этими деньгами? Давайте скажем. Потому что люди все-таки боятся, что это будет обязательно. И зарплату, может быть, пенсии будут начислять именно в цифровых рублях. Планируется ли такое, в принципе? Вы знаете, любая новая тема, она всегда обрастает некими домыслами. И мы сегодня уже отобрали, мы их называем мифы. Мифы о цифровом рубле. Это тема о том, что это будет обязательный вот такой тотальный контроль. Что вот всех бюджетников переведем на цифровой рубль. Я вам могу сказать так, что вот та технология, которую я сейчас говорю, она предусматривает вашу волю. Не хотите работать, не нужно это вам. Вы не обращаетесь в Банк России. Вы не совершаете, не открываете себе себе кошелек. И, пожалуйста, это ваше дело. Если у вас нет потребности в цифровых деньгах, никто вам навязывать не будет. Но вот с моей точки зрения, это может быть моя позиция, цифровые деньги несут за собой колоссальный потенциальный такой набор сервисов, удобных для граждан, что мы еще, наверное, столкнемся с тем, что будем говорить, ребята, нам мало одного, и нам мало там 300 тысяч. Сделайте нам, пожалуйста, чуть больше. Ну, а что вы имеете конкретно в виду? В чем потенциал у цифрового рубля? Первое, что я уже сказал, это бесплатность в совершении оператора. Вторая тема, я думаю, об этом тоже можно подсказать, это надежность и защищенность этих денег. Ведь, ну, не секрет сегодня, что система защиты Банка России, Центрального банка нашей страны, она очень высококвалифицированная, высоконадежная. И Банк России колоссальные средства вкладывает в то, чтобы средства, которые хранятся на наших счетах и будут храниться, чтобы они были максимально защищены. Как Банк России будет это обеспечивать, вот, защиту средств? Ну, будет несколько... Вот сегодня мы уже, мы говорили о том, что мы приступили к пилотированию, и сегодня уже будут на реальных деньгах, на реальных клиентах, мы начинаем с 15 августа, начинаем отработку этого проекта, где будем рассматривать и удобный клиентский путь, удобно ли это будет для клиента. Будем рассматривать на каждом этапе защищенность этого пути, чтобы это было не только комфортно, но и безопасно. И, ну, будем говорить так, что первый, как уже первый эшелон защиты, это система защиты банковская. Это уже то, что сегодня существует, потому что по технологии, прежде чем попасть на цифровой кошелек, ты должен пройти систему контроля через банк, в котором у тебя открыт счет. Вторая система линии защиты – это уже переход на свой цифровой кошелек, где будет работать система Банка России. Поэтому, ну, по сравнению даже на сегодня вот такой текущей ситуации, это будет двойной заслон, который, мне кажется, обеспечит защиту ваших средств. Знаю, что уже со стартом проекта уже появились мошенники, которые рассылают клиентам Банка России как раз-таки спам-рассылки о том, чтобы, ну, изъять вот эти средства. Как быть вот в таких случаях? Ну, когда всегда новая тема, и к этой теме всегда обязательно кто-то пытается пристроиться. Кто-то, видимо, хочет сделать себе имя на этом, да? Рассказать, что вот я такой знающий, я вас предупреждаю. Кто-то просто хочет заработать, украсть деньги у наших граждан. Поэтому вот я вот обращаюсь сегодня к вашим телезрителям, к нашим гражданам. Не верьте сейчас никаким обещаниям, ни коммерческим, ни психологическим каким-то. Потому что, еще раз вот я хочу сказать, что это, во-первых, мы перешли только в пилот. И реально, я думаю, это космет всех наших граждан, ну, где-то 25-26, может быть, 27-й год. Я думаю, с 25-го года уже будем вовлекать более широкий круг участников этого проекта. Во-вторых, вот то, что сегодня говорят, кто-то пытается уже торговать. Вот мы вам там по такому-то курсу готовы сегодня предоставить. Это уже чистые мошенники, которые пытаются заработать. Кто-то пытается напугать. Я говорю, есть люди, которые хотят тут на громком процессе заработать себе какой-то капиталец на этом. Поэтому это все, что делается, делается для людей. И на сегодня мы отобрали 13 банков, 600 граждан. В том числе есть граждане, которые живут в Оренбургской области. Где-то около 30 торговых предприятий в 11 разных городах. И будем проводить вот такой, ну скажем, набор таких элементарных операций для того, чтобы посмотреть, как проходят деньги. На каждом этапе отследить, чтобы это было удобно и безопасно. На первом этапе будем отрабатывать технологии открытия счета, пополнения этого счета электронного кошелька. Проведение отдельных операций, связанных с покупкой в торговой сети. То есть мы находимся, наверное, еще только в начале этого пути. И никаких движений на то, что давайте всех переведем на цифровой рубль. Давайте будем покупать, продавать. Давайте вот не ходите туда. Все это мифы, все это сегодня такая пена. Она, я думаю, просто связана с тем, что не до конца люди еще понимают, что будет. И вот как раз цель моей встречи рассказать, чтобы люди осознанно принимали потом свои решения, нужно им это или не нужно. Я предполагаю, что это будет очень востребованно. Расскажите, а как отбирались люди для участия в пилотном проекте? Честно скажу, я сам написал, говорю, я хочу. Мне сказали, нет. Нет, выбор был. Это были клиенты банков и кредитных организаций. Конечно, это банки в первую очередь предлагали. Мы, надеясь, желающих было намного больше, чем отобрали. Это вот просто поверьте мне на слово. Нам это интересно. Мы понимаем, что во многом это очень перспективное направление. Ну, отобрали. Были предложения. Сначала Банк России отобрал пул банков, с которыми мы работаем, отрабатываем. Эту технологию. Банки предложили уже клиентскую часть. Это граждане, это торговые предприятия. Ну, и в целом мы сейчас дружно работаем. Мы единая команда. Какие еще мифы существуют вокруг цифрового рубля? Ну, их много. Мы попытались как-то систематизировать. Да, вот эти все разговоры, сплетни, которые ходят вокруг этого. Вот один из мифов был о том, что все попадут под контроль. Вот цифровые рубли. Куда-то пошел, что-то заплатил. Я тебя сразу под контроль. Откуда ты взял? Приедут тебе сразу руки за спину. Это миф. И сегодня существует система контроля. Когда вы будете проводить крупные платежи, сегодня в любом банке отстроена эта система. Вас могут поспросить некоторые, чтобы вы пояснили некоторые вещи. Тоже самое будет, я думаю, тот же процесс также перейдет и на цифровые деньги. То есть, никакого дополнительного контроля, что старший брат за тобой будет всегда смотреть, этого не будет. Это слишком дорого, да и не нужно. Хотя, это тоже мое личное мнение, что, может быть, бюджетные расходы, и было бы хорошо подсветить иногда и посмотреть, куда наши деньги, наши народные деньги, куда они уходят. И, может быть, но это будущее. Я бы сказал, что это если будет принято решение нашего правительства. Рассматривается ли такое решение? Это прерогатива нашего правительства. Надо задавать им эти вопросы. Я просто хочу сказать, что в механизме самом цифровом рубле зашиты колоссальные возможности, которые позволяют сделать... Мы говорим об удобстве для граждан, да? Мы говорим о защищенности этих денег. Но ведь есть и другие возможности, которые, может быть, мы еще до конца и даже не понимаем. Еще одна вот тоже такая страшилка, что... А вот выключили электричество и пропали все твои деньги. Я хочу сказать, что когда мы говорили о защищенности, это как бы внешний контур, да? Есть еще такое понятие, как стрессоустойчивость, катастрофоустойчивость. И Банк России уже много лет проводит работу для того, чтобы при любых внешних угрозах, там, сбоях в работе, там, природных катаклизмах, чтобы данные всегда были защищены. Существует система резервирования, существует система, связанная с обеспечением энергии при любых раскладах, да? Поэтому это тоже как бы, ну, даже выключат рубильник, это не значит, что все ваши деньги пропали. Вы имеете на руках идентификаторы и всегда будете правы потребовать эти деньги в свое пользование. А давайте представим ситуацию. Позвонил мошенник пожилому человеку и попросил перевести деньги на его личный кошелек цифровой. Возникла ли такая ситуация вообще в принципе? И как быстро сможет отреагировать банк, допустим, клиент, поняв, что его обманули? Вообще эта тема очень важная. Когда мы называем вот такие методы управления людьми, мошеннические методы, социальная инженерия. И, конечно, владелец кошелька может попасть под влияние любого другого там злоумышленника, я бы так это назвал. Банк России, мы, вот когда я говорил об эксперименте, который проводим, в том числе мы будем отрабатывать механизм защиты наших клиентов, тоже будут наши клиенты, от таких вот манипуляций со стороны нехороших людей, скажем так. Сегодня уже мы проводим большую работу для того, чтобы защитить наших граждан от таких методов воздействия. Работаем здесь с правоохранителями, работаем с банками. В законодательном уровне наши инициативы, это уже были инициативы Банка России о том, чтобы не оставлять наших граждан один на один с этими мошенниками. Им надо как можно шире вовлекать в эту работу и сами кредитные организации. У них есть прекрасный опыт, у них уже есть понимание вот этих основных мошеннических схем. Им не кажется, вот привлечение и общественности, и наша финансовая грамотность, которую мы проводим. Надо делать так, чтобы поведение, финансовое поведение наших граждан было разумным, рациональным и было защищено от таких мошеннических воздействий. Я знаю, что Банк России проводит профилактическую работу в этом направлении. Да, не только профилактическую. Мы и работаем с конкретными категориями граждан. Мы работаем с правоохранителями, отрабатываем систему взаимодействия, быстрого взаимодействия. В системе Банка России создана организация, называется Финцерт, которая аккумулирует все формы, методы мошенничества и быстро, оперативно взаимодействуем с правоохранителями по передаче необходимых данных. Ведь надо не забывать, что банковская тайна, она существует сегодня. И все операции, которые происходят по вашему счету, они под защитой закона о банковской тайне. Поэтому здесь очень важно не навредить клиенту, во-первых, а с другой стороны, оперативно предоставить информацию для того, чтобы эти мошенники были пойманы, наказаны. И самое главное, поймают, понимают уже, как поймать. Надо вернуть эти деньги. Вот что, наверное, наиболее важно сегодня для нас. Как в завершении, давайте скажем, как долго продлится этот пилотный проект и, в принципе, какие показатели должны достичь мы, чтобы сказать, что проект удался и его надо повсеместно, собственно, реализовывать? Ну, Банк России не ставит перед собой задачу вот в такие-то сроки обязательно завершить и перейти в уже промышленную эксплуатацию. Мы на сегодня, мы видим и понимаем, как я сказал, мы делаем первый шаг уже на практических каких-то операциях. По нашему мнению, если все пойдет нормально, проект будет масштабироваться, мы будем вовлекать большее количество, более разнообразных субъектов, которые будут работать. Следующим, наверное, этапом будет то, что мы будем расширять перечень операций, которые можно будет проводить с помощью цифрового рубля. Ну, и вот по нашим таким предположениям, это вот период где-то до 26-27 года. И в завершении давайте обратимся к оренбургцам, которые со скепсисом сейчас относятся еще к цифровому рублю, чтобы они не боялись. И когда проект будет реализовываться, они активно принимали в нем участие. Обращаюсь к оренбургцам. Ну, во-первых, я считаю, что это уникальная возможность нам с вами поучаствовать в грандиозном проекте. Поэтому, если кому-то посчастливится сегодня войти в этот проект, я буду только рад и благодарен нашим гражданам. Во-вторых, не бойтесь, не верьте сейчас каким-то слухам, страшилкам о том, что это будет все плохо. Все, что делается, делается для нас. Делается для нас, для жителей, для бизнеса, чтобы было удобно все это делать. И Банк России всегда стоял на страже интересов наших людей, наших жителей. Поэтому я верю в то, что через какое-то время мы будем обсуждать уже не этот проект, мы будем говорить о том, чтобы как бы расширить, и как хорошо, что мы это сделали. Спасибо вам большое, Александр Васильевич, за этот диалог. Я уверен, что оренбургцы прислушаются к вам, и скоро этот проект станет повсеместным по всей нашей стране. Спасибо, Иван. Спасибо. 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 Спасибо.